Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Семь минут», а значит пришло время встречать гостей. Сегодня это директор оконной компании «Виктория» Аркадий Томилин. Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина. Аркадий, вот синоптики нам обещают сегодня 28 градусов. Скажите, пожалуйста, могу я при такой погоде установить пластиковые окна? Да, разумеется. При такой температуре оптимально ставить пластиковые окна. Рекомендуемая температура при установке пластиковых окон от минус 10 до плюс 35 градусов. В этом температурном диапазоне монтажная пена, которая используется при монтаже пластиковых окна, наиболее правильно расширяется. При более низких температурах, меньше минус 10, процесс ее расширения, конечно, замедляется. И тем самым структура нарушается. При более высоких температуре пена, так называем, течет. Поэтому от минус 10 до плюс 35, ради бога. А насколько быстро вы это сделаете? Нужно ли мне будет своих домочадцев куда-то отправить погулять, вот, например, или вообще переехать? В принципе, монтаж стандартного пластикового окна, который мы привыкли, допустим, стоять на кухне, занимает не более 2-3 часов. Все зависит от того, что вы пожелаете. Если это будет просто окно, то процесс займет не больше часа. Если вы захотите с внутренней и снаружней отделкой, то здесь в зависимости от того, что вы заказали. Ну, в среднем, в районе 3 часов. Вот у меня у друга на даче окно такое красивое. Оно как будто шпанированное. Это вот что сейчас такие заказы? Да, действительно, сейчас очень популярно заказ окна. Не просто белого цвета, но так называемой имитацией под дерево. В основном это ламинирование пленками различных производителей. Довольно-таки красиво выглядит, действительно. Очень часто применяют при остеклении завернутого дома. Ну, в принципе, и в частном секторе это тоже применяется. Это более экологичное окно или просто оно так декорировано красиво? Нет, окно остается таким же экологичным, как бы это было простое белое пластиковое. Это просто элемент декора, то есть нанесение пленки на окно. Итак, вот окно установлено у нас, стоит хорошо. За окном тепло, я не могу проверить сразу, выветривается, оно проветривается. Но нужно на что-то обратить внимание. Вот на что нужно обратить внимание, на какие вот, чтобы понять сразу, что вот они изъяны, на что нужно посмотреть? Как правило, это работа самой створки. Первое, на что обращают. Конечно, клиент обращает, прежде всего, на внешний вид. Но, как правило, окно, если оно белое, если оно сделано, вымыто, оно смотрится хорошо. Это первичное. Второе, это, конечно, как работает створка. Если створка открывается, хорошо закрывается, при ее закрытии не требуется огромное усилие, все работает нормально. В дальнейшем это показывает эксплуатацию. Очень хорошо ставить окна как в летнее время, так и в зимнее время. Так называемый зимний монтаж, он сразу показывает в зимнее время, на сколько качество окно способно. На что окно способно, совершенно верно. Если из окна, если работа сделана не совсем качественно, то, конечно, это сразу показывает. Буквально на следующий день или же в этот день. Вы ночью почувствуете, как бы перепад температуры, сразу где-то сквозняк или что-то. В летнее время, в принципе, сквозняков нет, но, тем не менее, звук, свист тоже возможен окна, если где-то продувает, если работа сделана некачественно. Это основные моменты. А какой вообще срок долговечности пластикового окна? Насколько он дольше или короче, чем обычные деревянные рамы? Пластиковые окна гораздо долговечнее деревянных, но есть свои моменты при правильном использовании. Если работа сделана правильно, окно сделано качественно, установлено качественно, все хорошо, то окно может служить годами, даже десятилетиями. Есть здесь моменты. Пластиковое окно, как и любое окно, состоит из некоторых элементов. Это сам профиль, это стеклопакет, это фурнитура. Если стеклопакет сделан качественно, то срок службы не менее 50 лет. С ним ничего не будет. Если профиль качественный, то он не пожелтеет, его никогда не поведет. Если фурнитура подробно правильная, допустим, немецкая, правильно собрана, то срок службы, по фурнитуре, которую мы используем, Рота, это не меньше 60 тысяч открываний. Такая популярная очень фирма. Рота Франк, концерт Рота Франк производит самую популярную фурнитуру по продаже в России, скажем так. Это самая качественная фурнитура по всем показателям и опросам. Срок службы не меньше 12 лет. В любом случае, фурнитуру и отдельные части, даже в зависимости от износа, можно заменить без проблем. Все это унифицировано, все это возможно сделать. Таким образом, при правильном установленном окне, при правильном ее обслуживании, потому что в окно входит еще резиновый уплотнитель, скажем, который требует, ну как и любое резинотехническое изделие, требует смазки, ухода, ну не меньше 10-12 лет, а то и выше. Вы знаете, многие мои знакомые, которые устанавливали окна несколько лет назад, а тогда еще не было крупных фирм, которые занимались установкой и обслуживанием пластиковых окон, столкнулись с многими проблемами. Например, с некачественной фурнитурой, или, например, они не знали, как за ней ухаживать. Вот вы своим клиентам говорите, что нужно делать для того, чтобы окно прослужило как можно дольше. Уход за уплотнителем и за фурнитурой – это основное, из чего складывается обслуживание пластикового окна. Действительно, продаются средства по уходу за пластиковым в нашей организации, не исключение, которые продают такие наборы по уходу за пластиковыми окнами, которые состоят из средств по уходу за уплотнителем. Это основа силиконовой кучуковой смазки, которую наносит уплотнитель. Процесс нанесения этой смазки элементарен. Это можно сделать любому человеку, даже не разбираясь в пластиковых окне. Главное – понимать, что он взял то, что нужно. Для этого нужно протереть уплотнитель от грязи, от пыли, который на нем был. После этого взять это специальное средство, которое есть в наборе, нанести на обычную фетровую бумагу, на тряпку, и, соответственно, протереть сам уплотнитель. После этого, по возможности, протереть это более-менее насухо, чтобы это не капало. И тем самым вы обеспечите долгую службу своего уплотнителя. Он будет мягким. В фурнитуре немножко сложнее. В комплект набора идут средства, смазывающие фурнитуру. То есть, если фурнитура более-менее чистая, если нет, вы ее протерли, то вы в специальные отверстия, которые есть по периметру фурнитуры, на створке, это, прежде всего, там в основном движущие части, верхнюю часть створки, вы, соответственно, накапываете по 2-3 капли из этого тюбика. Это обычное масло, не содержащее никаких окислителей, которые, соответственно, могут повлиять на работу в дальнейшем створке. После этого, соответственно, вы смажете все эти периметры по всему периметру створки, и окно будет нормально функционировать еще долгие годы. И последний у меня вопрос к вам, Аркадий. Вот он наступил тот долгожданный момент. Окно установили, мне дают акт сверки документа, чтобы я подписала, что никаких претензий нет. На какие пункты мне нужно обратить особое внимание? Прежде всего, вы должны обратить на само окно. Если у вас действительно претензий по нему никаких нет, то, в принципе, можно смело подписывать акт. Акт подписывать нужно в любом случае. Единственное, что вы имеете право сделать какое-какие пометки о том, что доволен или доволен. Если серьезная организация, как правило, есть сноски по довольному монтажу, были недовольны, в некоторых организациях происходит прозвон клиентов после монтажа с уточнением, есть ли какие-то моменты. Если клиент обнаружил какие-то дефекты, он помимо подписи должен уточнить, что обнаружены дефекты там-то, там-то, и, соответственно, прошу в какие-то разумные сроки это устранить. Это, в принципе, основные моменты, которые требуются. Ну что ж, в таком случае я желаю, чтобы ваши окна создавали уют во всех рязанских, да и не только рязанских домах. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Это были 7 минут. Увидимся через неделю. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались, то и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот. Половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.